Мы продолжаем. Социальную сферу Казахстана ждет перезагрузка. Касым Жамар Тукаев на расширенном заседании правительства призвал новых министров перейти от планов в конкретном действии. По его словам, в стране надо полностью пересмотреть механизмы социальной помощи и взять на жесткий контроль обязательное социальное медицинское страхование. Динара Абдирова продолжит тему. В социальной сфере нужны кардинальные реформы. Культуру и систему соцпомощи нужно менять, считает президент. Сегодня в стране поддержку от государства получает почти 4,5 миллионов человек. Это каждый пятый житель страны. При этом большинство из них вполне способны работать, подметил глава государства. Социальной помощью мы породили в обществе психологию иждивенчества, чего нет в развитых странах. Поддержку нужно оказывать действительно нуждающимся людям, а не живущим в своих домах и имеющим дорогие автомобили. Надо перестроить эту систему, чтобы адресная социальная помощь базировалась на показателях расходов, а не доходов, которые часто умышленно занижаются. Нужны конкретные решения, приоритетное направление социальной защиты, обеспечение занятости граждан. Важно своевременно завершить начатую трансформацию центров занятости. Оплата их услуг должна осуществляться по результату, то есть за каждого трудоустроенного. Перед правительством президент поставил задачу детально изучить возможные варианты и определиться с новой комплексной моделью соцпомощи. Касымжимар Тукаев вновь напомнил, что на социальную сферу приходится больше половины бюджета. Но многие направления продолжают проседать. Особенно критики много в адрес финансирования системы здравоохранения. Уже пятый год в нашей стране действует обязательное социальное медицинское страхование. За это время бюджет отрасли вырос вдвое. В 2024 году на здравоохранение будет направлено 2,6 триллиона тенге. При этом существенного повышения качества и доступности медицинской помощи пока не происходит. Правительству нужно взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. Данный инструмент должен быть простым и понятным. Немало критики и претензий в адрес СМС высказывают депутаты. Президент обозначил выход из сложившейся ситуации. По его мнению, надо сформировать единый пакет медицинской помощи. Он будет состоять из базовой части, гарантированной государством, и страховой, которая будет формироваться за счет отчислений работодателей и самих граждан. Пока действующая модель обязательного социального медстрахования не работает, говорят депутаты. По их словам, фонд не справляется с запросами населения. Существует до сих пор проблема недофинансирования самого фонда медицинского страхования. Оно складывается за счет того, что у нас достаточно низкая остается вовлеченность граждан. То есть, когда экономическую модель, СМС ее планировали, то рассчитывали, что все будет идеально. То есть, все будут платить страховку, все должны участвовать. Соответственно, она будет платиться по тем правилам, которые установлены, то есть, применительно к определенному размеру заработных плат и так далее. Сегодня эта идеальная модель экономическая, она не работает. То есть, фонд недополучает. Почти 3 миллиона человек сейчас тех, кто должен платить СМС, но он его не платит. Другой вопрос. Неразвитая социальная инфраструктура из 655 объектов здравоохранения в эксплуатацию сдали только 85. Причина задержки – длительный процесс подготовки проектно-сметной документации, затягивание сроков строительных работ и завышение стоимости проектов. Касымжумар Тукаев назвал их банальными отговорками. По его словам, на местах этот вопрос можно решить оперативно. Вот только министры и Акимы, видимо, не хотят. Такая же ситуация с проектом «Комфортная школа». Динара Абдирова и Мохамбет Ислам при поддержке телерадиокомплекса президента 24КЗ.